За Христа мы из города Санкт-Петербурга, дьяконы вместе с супругой, служим, несем служение. Супруга у меня в прославлении служит. Мы словом, вот, хотел поделиться с вами, в мае мы были в миссионерской поездке в Молдове. И поближе, да, плохо слышно? В мае мы были в миссионерской поездке, в Молдове ездили, там епископ ездил целую, команда нас набиралась, мы ездили везде, благовествовали, служили, и вы знаете, вот, я увидел там огромное пробуждение, и человек, который там служит, он из города Омска, Бог ему открыл, дал откровение, что нужно ехать ему в Молдову. Он даже не знал, где она находится, он говорит, я в школе плохо учился, не знал, где она. Но когда уверовал, Бог положил на сердце, и он даже еще находясь в Омске, он начал благовествовать цыганин. Он выучил цыганский язык, он поехал в Молдову, и там они открыли церковь. Получается, сейчас там церковь около 100 человек, и 50% это цыгане, и 50% это молдаване. Рядом, недалеко от Бельцев, недалеко от Бельцев, забыл поселок, как называется. Вот они именно поехали в поселок, вот где нету, мы были, конечно, в крупных городах, там есть писянческие церкви большие, они поехали именно в поселки, где нет церквей. И вот там открыли церковь, и там и построили уже здание церкви сами. И просто вот мы сегодня разговаривали, мы сказали, что Бог дал откровение. Я вот поэтому, у меня такое на сердце побуждение было поделиться, что слава Богу, когда люди слышат Слово Божье, принимают откровение, принимают эту силу, и едут в те страны, в которые Бог их посылает. Они любят эти страны, любят этот народ, любят этих людей. Мы вот ездили по цыганям, малоимущим, там раздавали им продукты питания, молились за них, на служение их приглашали, благовествовали им. И вот прям видели, слава Божья, как Бог спасает. И среди них уже есть ученики, которые уже родились свыше, и которые сами уже возглавляют цыганское служение. Они были ребятишками еще, им было лет по 14 сейчас, они там за 10 лет выросли уже, и они уже сами начинают проводить евангелизацию вот среди цыган, и идет вот огромное такое вот там пробуждение. Это вот мы были вот месяц назад там, служили, помогали им там. Поэтому, слава Богу, чего хочется также, чтобы и в Болгарии было тоже процветание, пробуждение было, чтобы Дух Святой изливался здесь, и благодаря верным своим детям, которые посвятили свою жизнь, Господу доверились Ему, откровению, находятся здесь и служат. Поэтому, слава Богу, за вас. Я еще хотел вкратце также заслужить, что в 2000 году я закончил Московскую духовную семинарию, также был миссионером. Мы поехали, служили в Тюменской области, город Ишим. Мы там начинали наше служение, потом мы переехали в Тюмень, и потом вот переехали в Санкт-Петербург уже. Поэтому сами тоже были миссионерами, служили, ну и продолжаем сейчас служить в церкви, ездим в миссионерские вот поездки, служим. Поэтому, слава Господу, у меня вот желание помолиться за вас, благословить Болгарию, благословить город Варну, вас как служители. Да, цыгане, вот я тоже здесь увидел, почему у меня побуждение было, потому что вот мы до этого ездили в Бургас, в церковь. Мы не знали, что здесь вот в Варне есть церковь. Мы живем в Несебре, нам ближе в Бургас ездить. И вот мы туда ездили, там тоже видели много цыган, и там тоже пастор призывал, они евангелизацию устраивали для цыган. И поэтому, слава Богу, что пришло спасение здесь. Господь, дорогие с небесным, мы благодарим Тебя, Боже, за этот день, Господь мой Бог, мой сошествие, Духа Твоего Святого, за день Песятницы, Боже, мы прославляем Тебя, Господь, и возвышаем, и просим Твоего отцовского благословения, Господи, на эту страну, Господь, Болгарию, и злей свою благодать, Господь, нескончаемым потоком, Боже. Я прошу Тебя, Господь, благослови жителей в этой стране, в Господе. Открой их сердца для слышания Слова Твоего, Боже. Пусть, Господь, придет спасение, пусть придет, Господь, исцеление этой нации, Господь освобождение. Боже, благослови, Господь, мой Бог мой, помазанников своих, которых Ты послал сюда по Слову Твоему, чтобы они, Господь, несли Слово Твое здесь, Господь, мой Бог мой, в этом городе. Господи, благослови эту церковь, благослови этот город Варну, Господь, мой Бог мой. Благослови, чтобы было собственное здание, Господь мой Бог, и прилагай спасаемых. Боже, благослови, укрепи, утверди, Господь, и яви свою силу, и яви свою славу, Господь здесь, на этом месте, Господь мой Бог, ибо для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Ты велик, Ты прекрасный велик, и мы полностью уповаем только на Тебя. Да прославься Твои чудное Святое имя, Господь, на этой земле и в этом городе. Вся слава Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.